И снова привет, друзья! И снова у нас в обзоре наушники со сменными фильтрами, которые, признаюсь в этот раз, не сильно помогли этим наушникам стать бестселлером в категории ультрабюджетных гибридов, увы. Да и вообще, если честно, компания TRN в этом году, откровенно говоря, топчется на одном месте и удивлять нас с вами совершенно не спешит. Но денег за свою продукцию с нас требуют. Стоят эти наушники сегодня около 22 долларов, а продаются в любом магазине на Алиэкспресс. В простой, до более знакомой коробке мы найдем с вами наушники, кабель, пару синих и пару красных фильтров. Третья золотистая пара уже установлена на наушниках. Три пары фирменных жестких силиконовых амбушюр и, конечно, мануал. Характеристики у наушников следующие. В наушниках установлен один динамический излучатель 10-мм и одна арматурка 30-0-19. Чувствительность 106 дБ, частотный диапазон 20 Гц-20 кГц, импеданс 22 Ом. Золотистые фильтры дают нейтральный звук, красные, как заявляет производитель, глубокий бас, а синие акцентируют высокие и средние частоты. Внешний вид наушников и кабелей, я думаю, друзья, обсуждать не будем, потому что и эту форму, и этот дизайн мы с вами видели их уже далеко не один раз. Отмечу, что сборка аккуратная, смотрятся наушники, не вызывая особого восторга, просто приятно. И добавлю только то, что в мои уши эти корпуса сели нормально, не со стоковыми, вот с этими жесткими амбушюрами, а с более эластичными и мягкими. Фильтры здесь крепятся на резьбе, а значит, заменить их по-быстрому не составляет никакого труда. Открутили и поменяли, кстати, вот из звуковода на нас с вами выглядывает арматурка, и так и просятся на волю. По звуку здесь все просто, то есть ничего особенного и удивительного. Все это мы с вами, друзья, уже слышали, и не раз, особенно в этом сегменте. Низкие и высокие частоты акцентированы, средние, зажатые, тонкие. Все диапазоны максимально простые и суховатые, а фильтры на звучание, если и влияют, то совсем-совсем незначительно. Гораздо большее влияние, более заметное влияние на звук оказывает замену амбушюр, потому что вот с этими стоковыми жесткими амбушюрами эти наушники настоящие тощие сухари. А вот Spiral Dot уже вдыхает в них немного жизни и объема. Но сначала давайте о звуке с нейтральными золотистыми фильтрами и стоковыми амбушюрами. Бас в этих наушниках быстрый, ощутимый, но ему не хватает телесности, плотности и глубины, поэтому чаще всего он получается, знаете, такой ненатуральный, резкий, какой-то пустоватый. Средние частоты тонкие и нейтральные, но от скуки их немного спасает псевдотедализация, которую дают, естественно, подъем на верхней середине. Высокие частоты жестковатые и заметно упрощены, и им, конечно, не хватает воздушности и разрешения. И все то же самое, но с небольшими изменениями слышно и с другими фильтрами. Повторюсь, изменения, которые не дают, совсем-совсем незначительные. Теперь о комбинации золотистый фильтр плюс Spiral Dot. Вот так уже приятнее, друзья. Эти амбушюры немного компенсируют недостачу объема на низких и средних частотах и смягчают совсем немного высокие частоты. Однако и это их не сильно спасает, особенно в каком-нибудь металле, где они продолжают быть грубой наждачкой. В общем, друзья, если заморочиться, то можно, конечно, от них добиться чего-то более или менее годного. Но только вот я на самом деле не пойму зачем, если есть ки-ззаст и икс, которые звучат чуть веселее, а стоят дешевле на несколько долларов. Или арматурный X49 от NYSE CK за 14 долларов, которые своим звучанием не дают из тем никаких шансов. Да и старые TRN V20 звучали, мне кажется, немного интереснее. Так что особого смысла в приобретении этих наушников, положа руку на сердце, я не вижу. Все необходимые ссылки на упомянутый в обзоре товар найдете в описании под этим видео. А все, кто еще не подписался на наш канал, попрошу это сделать, поставить лайк и ударить в колокол. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok